Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале Кверти. С Луной мы знакомы еще с детства. Вспомните, как были поражены ее таинственным сиянием, изменчивой формой, размерами. Но, честно говоря, этот интерес не пропадает даже в зрелом возрасте. Например, первая космическая станция, достигшая поверхности Луны, была запущена аж в 59-м году, почти за два года до первого полета человека в космос. Представляете? Сейчас мы знаем о Луне очень много. Состав поверхности, происхождение кратеров, радиус ее орбиты увеличивается приблизительно на 38 мм в год. Так что столкновение с ней вряд ли нам грозит. Но все же, давайте пофантазируем и представим, что будет, если Луна упадет на Землю. Начнем с того, что она и так падает. Серьезно, любые объекты, вращающиеся на орбите вокруг Земли, Луна, спутники, космонавты, технически постоянно падают на Землю. Но как это понимать? Вообразите, что вы телепортировались в космос, недалеко от Земли. Если вы оказались неподвижны, то, несомненно, начнете падать на Землю по прямой и упадете прямо в точку под вами. Но если после телепортации у вас была скорость, направленная как бы вбок, перпендикулярно направлению к Земле, то падать вы будете уже по искривленной траектории и плюхнетесь на Землю где-то в другой точке. И вот тут самое интересное. Теперь представьте, что после телепортации у вас огромная скорость. Тогда ваша траектория будет настолько вытянута вбок, что вы можете пролететь мимо Земли. Но проскочив планету, вы будете по-прежнему притягиваться и падать на нее. При этом у вас будет огромная скорость, направленная вбок. Поэтому вы опять пролетите мимо планеты, и так все будет повторяться. Вот такое вот вечное падение. Именно так все и вращается вокруг Земли. Так что если мы хотим, чтобы Луна все-таки врезалась в Землю, ее необходимо затормозить. Ума не приложу, как это сделать, ведь у нее огромная скорость, огромная масса. Ну а давайте воображать, как-то симулировать. Итак, представьте, Луна полностью остановилась и мчится на нас. По достижению поверхности Земли, ее скорость будет около 10 километров в секунду. Этого достаточно, чтобы тонкая земная кора треснула, как яичная скорлупа, и ее ошметки разлетелись на тысячи километров вокруг. У отлетающих осколков Земли будет настолько огромная скорость, что они будут падать на противоположную сторону планеты, или даже выходить на орбиту. По сути, это будет огромный взрыв. Ведь вся кинетическая энергия движения Луны должна куда-то деться. Она перейдет в тепловую энергию. Мантия выйдет на поверхность. Осколки Земли будут падать с неба. Из-за всего этого просто катастрофически поднимется температура. Огромная ударная волна поднимет невероятные цунами в океанах. В конечном итоге Земля остынет, моря и океаны вернутся на свои места, но это будет уже безжизненная планета. Падение Луны на Землю не сулит нам ничего хорошего. Ну, в принципе, этого и стоило ожидать. Кстати, эффекты будут видны еще на подлете. Приливы и отливы возникают благодаря лунной гравитации. И если она приблизится достаточно близко, то волны будут невероятно высокими. Интересно вот что. Именно из-за приливов Луна всегда повернута к нам одной стороной. Приливы и отливы на Земле возникают из-за гравитации Луны. Мы знаем, что чем больше расстояние, тем гравитация слабее. Поэтому та сторона Земли, что к Луне ближе, будет притягиваться к ней сильнее, чем центр Земли. Ну и тем более дальняя сторона. Земля как бы вытягивается по направлению к Луне. Ну и если на этой линии будет вода, то она свободно меняет свою форму, образуются два горба. Это приливы. Соответственно, по бокам уровень воды будет ниже. Это отливы. Но и Земля действует на Луну таким же образом. На ней тоже возникают так называемые приливные силы. И происходит изменение формы твердой Луны. Давным-давно Луна могла вращаться вокруг своей оси. Но из-за постоянного изменения формы возникали огромные силы сопротивления, которые в конечном итоге затормозили это вращение. Действительно, представьте себе, что Луна это слоеный пирог. Она имеет овальную форму и вращается. При таком движении между слоями возникают силы трения. Это приводит к замедлению вращения до тех пор, пока слои не станут полностью неподвижны относительно друг друга. Ну а вот это возможно только тогда, когда Луна повернута всегда одной стороной к Земле. Кстати, вращение Земли тоже замедляется из-за приливов. За сотню лет сутки становятся длиннее примерно на 1,7 миллисекунды. Так что давным-давно, 3 миллиарда лет назад, сутки длились 13 часов. Только представьте, как тяжело было древним бактериям все успеть за день. А если сессия, то вообще ничего не успеешь. Вот, наверное, зачетов было поменьше. Вот такая вот история. Кто еще не был на Луне, советую вам побывать. Не знаю, куда записываться, но если есть такой список, впишите меня, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Ну, а пока что берите пример с Луны. Даже если вы бесконечно падаете, то не теряйте самообладание. Освещайте путь другим в темное время, и тогда о вас тоже будут петь песни. Но это еще не все. Итак, наш конкурс на поиск новых ведущих на канал Кверти подошел к концу. Мы получили очень много стоящих, интересных заявок, но пришло время подводить итоги. На нашем канале вы можете увидеть работы финалистов, которые отобрала наша команда совместно с экспертами. Ну, а победителем становится Артур Шарифов с конкурсным роликом «Почему нельзя делить на ноль». Его видео набрало наибольшее количество положительных отзывов, как в комментариях, так и по соотношению лайков и просмотров. Плюс к этому добавились высокие оценки нашего жюри. Так что рад поздравить Артура с победой и объявить о начале совместной работы. Итак, конкурс завершен. Но мы всегда открыты к диалогу с талантливыми коллегами, которые хотят и могут присоединиться к нам. Так что присылайте свои видеоролики, идеи, предложения, а о результатах мы будем рассказывать в своих выпусках. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И, как всегда, спасибо за просмотр.